МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...не исчезает, он всё время в одном месте. Три-четыре. Нет, он не сидит. Давай, я представляю, не сидит. Для того, чтобы совместная прогулка по городу состоялась, но пришлось похитить народную артистку Украины Веру Андрияненко прямо с занятий. Уже более десяти лет она обучает студента всем премудростям вокального мастерства. Для своих учеников Вера Ивановна стала не просто преподавателем. Её любят, ей доверяют сердечные тайны, с ней советуются. Ну прямо я распрощаюсь, сейчас навеки вечер. Наша первая остановка у стен Луганской филармонии. Надо сказать, что Вера Андрияненко приехала в Украину из Казахстана, вскоре после окончания Алма-Атинской консерватории. В Луганск попала по распределению Министерства культуры. Это было почти 30 лет назад. Кстати, в те годы Луганская филармония входила в десятку лучших филармоний Советского Союза. Но Вера Ивановна честно признаётся, что до момента своего распределения даже не подозревала, что есть такой город – Луганск. Вот, ехала я осенью, в ноябре месяце, летела на самолёте, и так случилось, что со мной рядом летел молодой человек, видимо, на побывку домой. А я и не знала, город Луганск, боже мой, я с Казахстана приехала, откуда я могу знать, что такое город Луганск. Вот, и спрашиваю, а где этот город Луганск, это какая область? Он говорит, это и есть Луганская область. Я говорю, ну хотя бы рядом, с какими городами? Харьков, Киев, Одесса. А он говорит, ну ближе к Донецку. Я говорю, ну теперь всё ясно. То есть я, по крайней мере, регион могла узнать. Приехала осенью, мне вот не очень понравился город тем, что много очень серых домов, а в это время деревья тоже и не зелёные, и ещё не в снегу, а серые. И мне так стало тоскливо, думаю, господи, куда меня занесла нечистая сила. Ну а потом со временем, в общем-то, как, наверное, знаете, люди, когда сходятся, сразу может быть и не сильной любовью, а потом притираются, влюбляются и живут. Вот с тех пор я никуда не уезжала. Хотя мир весь поездила по миру. И в Англии была, и в Польше, и в Болгарии, в Италии, в Испании. Многие города Европы проездила. Прокатала, так что, с концертами. Да, город Луганск Вера Андрияненко поначалу не впечатлил. Но это разочарование компенсировалось творческой деятельностью. В областной филармонии её приняли очень хорошо. Сразу же начались концерты и гастроли. Мгновенно, где-то, ну, наверное, несколько месяцев я проработала. Сразу поехали на Камчатку, там целый месяц с концертами на Камчатке. Вообще экзотика такая. Воспоминания такие замечательные. Правда, выступали везде. Выступали даже в колонии, где, так сказать, сидящие там люди, жизнь свою, так сказать, просиживая. Кричали, Веру, давай, Веру, давай, представляете. Я вышла, у меня была такая шуточная песня итальянская, где первые слова. Тики-тики-ток, мой милый, кудрявый. Они же добритые все. Я, когда вот этот текст спела, как грохнул весь зал. И все сразу, а я не поняла две секунды. Думаю, то ли надо мной смеются, то ли что. Они по чубам таким малысым своим провели руками. И я как расхохоталась, не могла остановиться. Несколько секунд похихикали и продолжили, конечно. Это один из тюремщиков. Я говорю, господи, кто тут сидит, спрашивали у начальника тюрьмы. Он говорит, рецидивисты, убийцы, мы тут так перепуганные такие все. В красном уголке оно так тесно, все маленькое такое. Они прямо рядом, руку протянут и достанут, думаю, сейчас дернут и разорвут. Нет, они так мило так. Все улыбались, все радостно встречали. Но зато после концерта нас провожали. И один из влюбленных, видимо, я не знаю, я его не видела, но из толпы орал. «Вера, я тебя найду, когда отсижу, ты у меня на кухне петь будешь». И с тех пор меня несколько лет, наверное, дразнили ребята, с кем мы ездили. «Ты у меня на кухне петь будешь». Так что очень весело, жизнь проходила, конечно. Вот потом были гастроли, как раз от филармонии в те времена, еще до перестройки. Было очень много поездок, но мы и не задумывались, так сказать, за свой счет там ездить или нет. То есть это нас командировала область. И мы шикарно выступали, конечно, всегда на уровне высоком. На конкурс я отсюда сразу поехала в Киев. Наша филармония, все солисты поехали в филармонию. И первое, второе, третье места заняли наши солисты. Я первая, был такой, Витя у нас занял второе место, Самарцева Владимир занял третье место. В общем, все места, и там все, конечно, ахнули, вот это Луганск закатил в Киев. Но человек живет не только работой. И наша вторая остановка – скверы 30-летия в ЛКСМ. В минуты отдыха Вера Ивановна любит побродить по аллеям центрального городского парка. Мне этот парк очень нравится, знаете, особенно весной, поздней весной. И вот сейчас вот зима какая замечательная. Ну, красотища неимоверная от того, что здесь очень приятно. Ну, вот единственное, что в последнее время мне не очень нравится, что стали строить кибитки вот эти. Вообще кибитки, на мой взгляд, вообще город, конечно, немножечко превращают в какой-то, знаете, как табор цыганский. А когда я приехала сюда, где-то чуть меньше 30 лет я уже здесь живу, еще до 30 не дотянула. Вот, а когда я приехала, здесь, конечно, очень мне нравилась зелень такая. Здесь было очень много деревьев, сейчас немножечко повырубали их, вот, и пеньки пооставались. А так вот и воздух хороший, фонтанчик тут, как всегда, работал, такой красивый фонтан. Мне вот очень нравилось. Здесь, любимое мое место для гуляний. Когда у меня маленькая внучка родилась, и я с ней все время с колясочкой гуляла. Ей было всего два месяца, было уже лето. Голенькая лежит в коляске, все удивляются, что она такая голенькая. Я говорю, закаляется. Вот в этом скверике в елочке мы забирались. Вот здесь, теперь уж вот танцплощадка вот хорошая для пожилых людей. И оркестр здесь играет. Кстати, в этом оркестре поет моя дочь солистка муниципального оркестра, Виктория Хакимова, такая у меня девочка есть. Уже большая девочка. Через день ей день рождения уже. У нее и 35 лет уже. Такая большая-большая девочка, получается. Когда-то была маленькая. Нужно сказать, что вокальному мастерству свою дочь Вера Андрияненко обучала сама. Учить было не тяжело. Я относилась к ней так же, как ко всем студентам, говорит Вера Ивановна. Хотя, пожалуй, все-таки придиралась к ней побольше, чем к другим ученикам. Тем временем мы делаем последнюю остановку. Педагогический университет. Именно в его стенах Вера Андрияненко более 10 лет назад примерила новую для себя роль. Роль преподавателя. Хотя ранее певица даже не мечтала о преподавательской деятельности, считая это не своим делом. Но решила попробовать. Навыков не было, конечно, в преподавательской деятельности. Но, наверное, мой характер позволил мне быстро втянуться в это дело. И мне довольно-таки удачно получается. И дети меня любят, и понимают, и получается у многих. И мне стало нравиться. Ну, с годами, конечно, стало нравиться. Я с удовольствием работаю. Вот, хочется. И потом, наверное, возраст тоже свое дело делает. Потому что приходит время, когда нужно уступить место молодым людям, чтобы, так сказать, преемственность поколений была. И никогда не оставалась мертвым эта часть искусства, чтобы классика все-таки звучала, классика пропагандировалась. Люди могли ее слушать. На этом воспитываются поколения и души. Ирина Ивановна, а что за секрет, какой секрет нужно найти к сердцу своих учеников, чтобы преподавателя так целовали, на прощание, как целовали вас сегодня? Спасибо. Ну, секрет, я не знаю, объясните. Скорее всего, это надо у учеников спросить, какой секрет у меня. Что-то, наверное, есть какая-то нить связывающая любви, наверное. Во-первых, я всех люблю, ребятишек. Я с ними разговариваю, знаете, нельзя сказать, что прямо на равных, но, по крайней мере, не на расстоянии. Нет такого, что я высоко стою, а они у меня где-то там под ногами ползают. Нет, конечно. Во-первых. Во-вторых, они как домой приходят и за чашкой чая мы беседуем на любые темы. Может быть, вы знаете, может быть, иногда молодым людям не хватает вот того общения и дома. Может, родителям некогда поговорить, потому что все работают. А может быть, и характеры у всех разные, неоткрыто говорят. А мы с ними разговариваем на любую тему, вот какие вопросы их интересуют и семейные, и бытовые, и музыкальные. Вера Андреяненко считает, что все нужно обязательно делать с любовью, а иначе ничего не получится. А еще советует Вера Ивановна, все плохое, все проблемы нужно оставлять дома. Она говорит так. «Меня никто и никогда не видел в дурном расположении духа. Зачем нести людям свои беды? Не нужно». Для окружающих только блестящие глаза и улыбка. Только хорошее настроение, радость и любовь. Редактор субтитров А.Семкин